Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере!» Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В культурной жизни нашего города произошло знаковое событие. Мы всегда стараемся, так или иначе, знакомить вас с теми новинками книжными или другого искусства, но главным образом, конечно, книжного искусства, которые происходят у нас в городе, выходят, и мы стараемся их презентуя, обязательно прорекламировать, чтобы вы не проглядели, не просмотрели и не пропустили этого важного. Тем более, что книга, которую мы сегодня хотим вам презентовать, показать, которая вышла у нас в городе, это книга нашего уже старинного гостя, старинного друга нашей студии, нашей передачи Сергея Александровича Лишаева, доктора философских наук. Сергей Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Сразу покажем вот эту книгу замечательную «Философия возраста». Наши постоянные зрители знают, помнят наши длинные циклы бесед по этой теме. В общей сложности, наверное, мы встречались около семи раз с углублением и погружением в эту тему. Мы говорили о типах возрастов, о том, ну, главным образом, что человек является таким заключенным вплоть временем. И способ этого освоения времени, в общем-то, позволяет нам говорить о том, что есть некоторая философия возраста. Презентуя сегодня вашу книгу, начнем, конечно же, с общих вопросов. Как она появилась? То есть, сколько лет этой книги на самом деле? То есть, сколько вы над этим трудились? Сколько вы разрабатывали эту тему? Ну и так далее. Давайте начнем с этого. Сколько лет книги? Да, ну, вы знаете, книга – это жанр долгоиграющий, тем более монография. В общем-то, обычно, по-разному бывает, но обычно монография пишется достаточно долго. То есть, она представляет собой опыт такого систематического исследования какой-то темы. И понятно, что систематическое исследование, особенно философии, предполагает, что мы, с одной стороны, углубляемся в детали и в подробности, с другой стороны, все время должны удерживать целое. И вот, в принципе, есть большая разница между статьями и книгами. И, ну, опять же, книга может быть сборником отдельных статей, и книга может быть целостным систематическим трудом. И здесь надо сказать, что мы живем в ситуации, когда, в общем-то, большие книги, они находятся под давлением времени, скажем так. Потому что и писать их надо долго, а отчеты по науке, они ежегодны. И в этих отчетах необходима публикация определенного типа, определенного ранга, в определенных журналах. И это, конечно, статьи. И вот я знаю по разговору с самими коллегами, что, вообще говоря, это даже некоторая проблема. В том плане, что книги-то писать некогда, вот и тема есть, и по теме много статей вышло. Но, поскольку книга и монография – это никогда не просто сборник статей, даже написанных одним автором за какое-то время, а это некоторое целостное исследование, то нужно, по крайней мере, время, чтобы все это, даже если основа написана, все равно есть какие-то связки, какие-то общие принципиальные вопросы, которые нужно рассмотреть. И это нужно собрать. Времени не хватает на то, чтобы книгу написать. Это со стороны, так сказать, писателя. Ну и со стороны читателя, соответственно. Освоить ее. Освоить книгу большую, которая имеет такую... Ну вот да, толщина прям внушительная. Еще раз покажу. То есть это прям труд-труд. Систематическую работу освоить тоже достаточно сложно. Поэтому, в общем-то, мы живем в эпоху, когда там, где без больших книг не обойтись, а в общем философии без больших книг не обойтись. Это знаете, как искусство оперы. Ну, опера десятиминутная – это не опера. Это что-то уже совсем другое. А опера – это опера. И поэтому, скажем, есть проблема кризиса. Некоторые большие жанры, например, в искусстве, да, старые оперы уже вроде как они хороши, но они не отвечают нашему времени. Но как, например, да, это все можно изменить, трансформировать в современных условиях, непонятно. Потому что есть просто жанры, которые требуют времени определенного масштаба. И они, получается, или исчезают, или остаются в какой-то форме уже, которая меньше, все меньше и меньше оказывается востребована. Или как-то все-таки пытаются трансформироваться, сохранив свой масштаб. Может быть, для более узкой аудитории. И вот в этом смысле человек, который пишет такую большую книгу, всегда рискует. Вот я решил рискнуть. И все-таки довести до конца дело, которое для меня началось где-то лет 15 назад. То есть где-то в 2007, 2006, 2008 годах первые публикации на эту тему у меня вышли. Но потом на какое-то время от этой темы отходил. Потом снова к ней возвращался, снова отходил, снова возвращался. А вот тут как раз уточняющий вопрос. Я был на презентации этой книги в библиотеке центральной. И был удивлен тем, что встал ваш друг, сейчас уже тоже коллега. Ну, когда-то вы сидели, я так понял, в одной аудитории в качестве студентов. Да, учились студенты. И вот он вспоминал о том, что, будучи студентом, вас интересовала уже тема возраста. Вот можно здесь, как сказать, немножечко читателя погрузить, почему вдруг, во-первых, студент, ну это сколько, ну 20 лет, 18 лет, да, человеку молодому, вдруг у него такое пристальное внимание философии, категории возраста. И почему этот интерес не пропал, почему, что именно, до чего именно хотелось докопаться. Ну, я думаю, я потом после этой реплики моего, так сказать, товарища и друга Юры, Юрия Анатольевича Разина, профессора нашего университета тоже, вот, философа, я пытался вспомнить, действительно, я вспомнил, что такие разговоры у нас были. В самом деле, вероятно, я над этим задумывался еще, вот, когда мне было 18-19 лет, и мы это как-то обсуждали, говорили на тему возраста. Почему? Ну, мне кажется, это, в принципе, естественно. То есть, собственно, что такое этот возраст юношеский или возраст ранней молодости, да? Это время, когда впервые для нас открывается пространство и время нашей жизни, время нашей жизни в границах века или в пределах века, в пределах жизни в целом. Мы выбираем профессию, мы ее еще не до конца выбрали, мы ищем себя. И поэтому темы возраста, тема, так сказать, некоторой продуктивности жизни, поиска своего призвания, своего назначения, своих целей, они, наверное, стоят перед каждым человеком. И каждый над ними, разумеется, в разной степени задумывается. И в разной степени долго над этим думает. Потом кто-то от этого надолго уходит, потом возвращается. Здесь большие, конечно, различия между людьми. Но я думаю, что абсолютно все об этом думают. Почему и книга «Философия возраста», «Возраст и время» – эта тема, на мой взгляд, универсальная в смысле потенциальной аудитории. Потому что, мне кажется, тема, она такова, что каждому это может быть важно и интересно. И на разных этапах жизни мы отвечаем на этот вопрос, исходя из другой, как бы, темпоральной точки. И отсюда наш взгляд на задачи жизни, на свой возраст, на самих себя, он меняется. Поэтому и книга тоже, мне кажется, ну, естественно, дети эту книгу читать не будут. Но, начиная с молодости и с юности, это книга для всех, так сказать. То есть это не учебник, давайте поясним, для наших телезрителей. То есть это, с одной стороны, конечно же, книга, написанная человеком академических знаний. Но вот то, что я, когда у нас была встреча в нашем храме, я еще раз это проговорю. Мне всегда нравятся те философы, мысль которых рождается как раз вот в моменте диалога. То есть ты можешь присутствовать при рождении мысли. То есть как она движется, как она тянется, как она ищет себе формы, вербальные формы. И как она воплощается у тебя на глазах. То есть не просто такой лектор, который там заучил ряд учебников и, собственно говоря, их взял и реализовал. И эта книга, в общем-то, является... Я, конечно, ее пока еще до конца в полной мере не прочитал, ввиду отсутствия времени. Вот. Но то, что я читал, то, что я смотрел, наблюдал, то есть если ты вдруг оказываешься в моменте такой тишины, и когда тебе позволяет время войти в пространство этой книги, ты вдруг действительно обнаруживаешь Сергея Александровича рядом, и ты просто по стопам, след в след, за ним, как за сталкером, идешь путем его мысли. То есть, еще раз проговорим, эта книга не для узких специалистов, а для самого широкого круга читателей, интересующихся философским знанием, и у кого есть вкус к размышлению и, в общем-то, к поиску. К поиску. Да, к поиску, к осмыслению, скажем так. Эта книга для тех, кто хочет жить осмысленно. Здорово. И не жалеет для этого, и готов затратить какое-то время, какие-то силы, чтобы меру этой осмысленности повысить. То есть, в принципе, это важный момент, вот тема, которую, отец Сергей, вы поднимаете, собственно, аудитория. Вот, мне кажется, одна из проблем философии современной, не будем углубляться в, почему так произошло, да, это то, что вот эта связь философии и человека образованного или не очень образованного, но ищущего смысла, понимания, что эта связь нарушена. Философы как бы замкнулись в, так сказать, академической среде, в этой белой башне, и они говорят на особом, таком специальном философском языке, для которого нужно специально учиться. И поэтому философия оказывается таким эзотерическим знанием. Но суть-то философии в чем? И чем она отличалась там, не знаю, от возможных сект, типа герметических, различных таких квази-философско-религиозных школ? Она всегда была открыта. Вот моя мысль, она направлена к любому, она говорит о том, что, с точки зрения философа, важно для любого, и ты можешь, если сделаешь усилие, попытаться ее понять. И вот это очень важный момент. Я убежден, что до сих пор философические проблемы, философские вопросы, есть, конечно, какие-то узкие, обычно это более узкие специальные темы, да, они требуют специального языка, но огромное количество тем, и это основные, можно сказать, фундаментальные для философии темы, они обращены и направлены не только к профессионалу, повторяю, а вообще к думающему человеку. И вот когда я писал эту книгу, в частности, потому что философия возраста, да, то есть здесь я как раз старался, насколько это возможно, создать такую книгу, знаете, как такое, многоцелевые бомбардировщики есть, так сказать, да, такая многоцелевая книга, она написана таким образом, чтобы, с одной стороны, она могла удовлетворить запросы, скажем так, академической аудитории, да, тех людей, которые специально занимаются этой темой философии возраста, а таких сегодня становится больше, все больше людей, тех, кто философов просто, которые вот этой темой, новой сравнительно для философии тоже интересуются, для психологов, которые не философы, социологов, которые занимаются проблемами возраста, но вместе с тем она рассчитана как бы и на, то есть и на аудиторию широкую, неподготовленную, поэтому и с точки зрения языка, и стилистики, скажем так, текст, он находится вот в такой как бы области, ну, если угодно, даже, можно сказать, такой маргинальной, с одной стороны, там много, конечно, каких-то усложненностей и терминов, они там есть, но все-таки не настолько много, чтобы забить, так сказать, обычный литературный язык, который понятен просто более или менее образованному, начитанному человеку, поэтому аудитория, она широкая, предельно, и как бы и специальная, и не специальная. На презентации просто была, опять же, я не все имена запомнил, ну, была девушка, я не знаю... Иванентка, наверное. Наверное, да. Последняя, которая выступала. Которая в качестве одного из изъянов этой книги, она как раз высказала, что есть утяжеление этого труда вымышленными терминами, ну, или терминами... Неологизмами. Да, неологизмами. Но на мой взгляд, вот это прям я очень люблю, когда мы берем там, отделим приставку от корней и поиграем с корнем. Что такое присутствие? Мы привыкли к присутствию. Я присутствовал на уроке, я присутствовал в студии. А раз приставочку просто поставили тире, сделали люфт-паузу, и оказалось, что я находился при некоторой сути. И у человека это слово начинает распаковываться в каком-то ином значении, он вдруг понимает, что значит находиться в присутствии. То есть, если я присутствовал на уроке, то я должен был, по идее, находиться при какой-то сути. Поэтому вот я бы как раз за термины, за неологизмы наоборот бы в большей степени похвалил, чем бы сказал, что это какая-то сложность этой книги представляется этими терминами. Но, знаете, вот есть такая замечательная фраза, которую наверняка и вы знаете, что мы пишем те книги, которые хотели бы прочитать. Вот. То есть, которых, например, мы искали, но их не было в наше время, ну, там, в нашей юности и нет сейчас. И мы поэтому беремся за этот труд для того, чтобы самим же написать то, что хотелось бы прочитать. Поэтому мой вопрос следующий. А что для Сергея Александровича вот в этом труде является наиболее значимым? Вот что сам писатель, который к этому труду когда-то приступил в качестве статей сначала, потом перешло все в серьезный труд, 15 лет человек посвятил размышлению на эту тему в той или иной степени, отходя, приходя, возвращаясь обратно. Что значимого? И в этой книге, и в целом в размышлении на эту тему. Да, то есть, на самом деле, в книге много разного. Книжа действительно толстая, а по многому в ней говорится. При этом есть там, сказать, некоторая основная линия, генеральная, есть множество приложений, но то, что находится в приложениях, не значит, что это, сказать, неважные вещи. Просто они не должны затруднять чтение. И для кого-то, кто этим частным сюжетом, как бы частым расширением заинтересуется, он может прочитать. Кто-то может, так сказать, идти по основной дороге. Есть еще сноски, достаточно большие иногда. Как бы еще третий уровень, как бы, да, расширения. И книга построена таким образом, что все-таки есть главная линия, как бы то, что в основном тексте. И вот это главное, то, что я бы тоже выделил. Собственно, самое главное – это тема возраста как темпоральной формы исполнения жизни. Для обывателя требует пояснение. Темпоральной, то есть временной формы исполнения жизни. Жизнь наша, она разворачивается во времени. И вот какова логика этого разворачивания, заданная, собственно говоря, хронопоэзисом? То есть тем, каким образом, в каком ритме… Хронопоэзис тоже, думаю, надо, то есть хрона – время, а поэзис – эгрического творчества. Производство, производить произведение. То есть то, каким образом… Вот если мы возьмем биологию человека, он ведь развивается в определенном темпе. Беременность длится 9 месяцев. До года педиатры распишут, психологи, что должен ребенок. Нормально развивающие стадии проходят. И так далее. Вплоть до предельного возраста, который, конечно, отличается у разных людей, но, в принципе, 200 лет никто не живет сегодня. Сегодня не будем библейские времена здесь брать. То есть есть некоторая ритмика жизни, некоторый темп жизни, который заложен на уровне нашей природы, на уровне биологии, если угодно. И наша жизнь разворачивается в этом ритме. То же самое и общество. Оно в разные исторические эпохи разного ждет от человека. Когда он станет взрослым, когда он станет отцом-матерью, когда он достигнет вершины своей карьеры. На самом деле здесь тоже есть своя ритмика. И она, в общем, при всех различиях достаточно удерживается в каких-то рамках. Но эти рамки более или менее иногда даже очень значительно могут тоже сдвигаться. И это тоже задается нам, обществу в данном случае. И есть то в нашей жизни, что зависит от нас, от нашего собственного сознания, выбора, способности осмыслить свою жизнь в некотором общем контексте, осмыслить жизнь как целое, так сказать, в границах века. И вот как раз в этом случае мы можем говорить о чем? О соучастии, так сказать, человека в исполнении своей жизни. О том, в какой степени его разум, сознание и воля способны работать с этим материалом. Никуда не денешься. Жизнь сознательной длится условно от 14-13 лет начинает. Сознательная жизнь. До этого детство, важный период специфический, и дальше сознательная жизнь. И эта сознательная жизнь продлится до 60-70, ну, может быть, на 75 для мужчины лет. В среднем. И вот тебе приходится иметь дело с тем временем жизни, которое ты уже прожил, которое ты проживаешь, и которое ты еще проживешь. И благодаря тому, что наша способность овременять свое существование есть вместе с тем, и наша способность выходить за пределы времени в области вне временного, то есть эта способность позволяет нам что-то делать со временем нашей жизни. Делать самими собой во времени. То есть, собственно говоря, способность овременять существование, она, повторяю, предполагает, Ну, если угодно, мы на передаче, которая говорит просто о вере, да, то есть в человеке есть образ Божий, да, ну, и, по-собски, я это называю другое, да, для людей, которые не верующие или некое другое, которое есть в каждом из нас, но которое должно воплотиться во что-то определенное, потому что человек – это тело, он существует в мире вещей определенное время, он проходит определенный путь во время. Но он еще и благодаря этому другому, этой точке сознания, способности сознания, вот этого образа Божьего человека, этой трансценденции в человеке, этого вечного в человеке, но которое первоначально, как бы, у природы биологической есть своя ритмика, своя логика, у общества есть своя ритмика, своя логика, но человек, как я, как тот, кто осознает себя, он задумывается над чем? Именно, что значит осознает, что значит задумывает, что значит овременяет свою жизнь, значит, выходит за ее пределы. И тогда перед ним встает задача, собственно говоря, осмыслить, что я делаю, для чего я делаю, для чего. Осмыслить жизнь. Но не в пределах вот сегодня, не в пределах месяца, не в пределах десяти лет, а в пределах жизни. Собственно, человек начинает об этом думать как раз в подростковые и юношеские годы Когда его я начинает отшнуровываться от семейного я Когда начинается подростковый бунт, позиция отрицания Эта позиция отрицания связана с тем, что необходимо найти себя, понять себя Эта задача встает перед взрослым человеком, перед взрослеющим человеком То есть надо этот образ, который есть в тебе, который непонятно как еще должен выразиться Назовем это призванием, предназначением, если на традиционном языке Или современное общество говорит о чем? О моем выборе, о самовыражении, о самореализации Вот в этих терминах сегодня в светском обществе это обсуждается Но так или иначе, человек стоит перед задачей осмыслить себя во времени И поэтому задача философии возраста состоит в том, как это все происходит Как человек осмысливает себя, когда начинается это осмысление По каким сценариям оно может развиваться Как человеку удается или не удается совладать со своей жизнью, развернутой во времени Вот собственно об этом книга, это самое главное Удается ли воплотить во что-то, насколько удается воплотить И удается ли воплотить какой-то образ внятный, артикулированный, определенный То есть собственно говоря, насколько жизнь продуктивна И это я, в какой степени я в конце жизни становится каким-то определенным я И что определяет это я? Среда, биология, общество Всегда они определяют, всегда биология определяет Наследственность, всегда определяет общество Но в какой-то степени И у разных людей по-разному То, что я буду в итоге Как это другое во мне Как этот образ Божий Какую форму он примет в итоге Это зависит и от меня тоже И вот это как раз и есть работа человека со своим возрастом Со своим временем Поэтому философия возраста Рефлексия над возрастной проекцией жизни Это и есть попытка сделать жизнь осмысленной У нас остается совсем немного времени Буквально 5 минут Я бы еще создал бы, так сказать, рекламу этой книги Тем, что у нее очень вкусные названия глав Например, мое внимание привлекло эластичное время Возрастные параметры ускорения замедления Мы сегодня несколько раз уже с вами проговорили Что нам не хватает времени Не хватает времени писать Не хватает времени читать Не хватает времени вообще, в принципе, зачастую Может быть, даже жить Если бы я вас спросил Ну, как просто как обыватель Человека, философа Который теме временения Увременения собственной жизни Посвятил немало сил и времени Почему не хватает времени? Почему мы по-разному чувствуем Вот сейчас у меня ощущение, что один сплошной день То есть у меня неделя концентрируется в день на самом деле То есть я не замечаю, как пробегают недели А для ребенка в то же время Вот кажется, что так много этого самого времени впереди Да Действительно Как бы мы ответили на этот вопрос Тема важная и интересная Я так понимаю, что у меня есть несколько минут Постараюсь быть кратким На самом деле Все зависит от того, как Внутреннее Наше внутреннее переживание времени Зависит от того, насколько наша жизнь наполнена содержанием Если мы берем ребенка Берем детство То, во-первых, для ребенка очень много нового То есть это мир впервые И ребенок Не задумывается о времени И именно потому, что он о нем не задумывается А целиком отдается моменту Ему или невыносимо скучно Вот для ребенка подождать пять минут Там в очереди Когда ему нечем абсолютно заняться Вот раньше гаджетов не было Знаете, часто приходилось видеть Как там ребенок вот прям ходит по кругу Там маму дергает И он не знает, чем себя занять Потому что для него это буквально мучительно Это ожидание короткого времени Пожилые люди сидят в поликлинике ждут Приемы и ничего Часами иногда ждут Ничего Действительно, почему? Потому что у ребенка нет того содержания О чем бы он мог думать Чем бы он мог себя занять Погрузиться в прошлое Помечтать о чем-то Просто какую-то проблему в голове порешать Нет Ребенок или занят здесь и теперь Или не занят И именно потому, что он не считает времени По воспоминаниям в дальнейшем Кажется, что детство Каждый день длился очень долго Он длился очень долго Потому что мы целиком Отдавались настоящему Жили в этом настоящем В этой текущей ситуации И еще, кроме того Эти ситуации были еще свежие Новые И это Тоже расширяет Внутренние ощущения Все мы знаем Что если мы поехали Куда-нибудь в другую страну Или в другой город В другую климатическую зону И отвязались От всех текущих Своих забот и проблем И вот вы там проводите День Где-то ходите Гуляете С кем-то встречаетесь То проходит день Проходит два Проходит три И у вас ощущение Что прошел месяц Месяц Внутреннее время расширилось Почему? Потому что оно Нашпиговано Некими новыми содержаниями Вы как бы в детстве Выпали из этой очереды дел Из этого настоящего Прошлого будущего Которого мы все время Рационализируем И туда все время Что-то вмещаем Понимаете? И с возрастом И чем дальше Тем больше Накапливается Количество повторяющихся действий Стереотипно А что такое Стереотипные действия? Они есть Но их как бы и нет То есть мы на самом деле Напрягаемся Тратим силы Мы что-то делаем Но мы это делали вчера Позавчера Месяц назад Год назад Пять лет назад Мы делали то же самое И поэтому Если Чем меньше В этом смысле Происходит чего-то нового Тем Отчетливее У нас ощущение Что время Год прошел А что собственно было? Вообще-то было Вроде бы многое Но это были вещи Которые вы уже делали И вспомнить-то есть Не очень много чего Поэтому Когда мы вспоминаем Студенческие годы Условно Нам кажется Что это Огромный период Время Когда я вспоминаю Проследние пять лет Это время Резко Сжимается Сергей Александрович Спасибо огромное Время К сожалению Нашего эфира Подходит к концу Дорогие друзья Понятно Что я задал вопрос Который Требует Обширного ответа И этот ответ Вы найдете В новой книге Сергея Александровича Философия возраста Читайте Интересуйтесь Задавайте вопросы И не переставайте Удивляться Пусть все Будет обретать Некоторую новизну Храни вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok